Всегда меня окутывал такой страх. Я могла встать ночью, проверить все двери, все окна. Я всегда боялась, что с моими близкими что-то может произойти. То есть постоянно жила в страхе. Когда я примирилась с Господом, я почувствовала великое облегчение. Что бы ни случилось, самое главное — это следовать за Христом. Меня зовут Юля. Я очень люблю спорт, занимаюсь фитнесом и работаю в Центре матери и ребенка, кинотеатрапевтом. Я родилась в православной семье. И по обыкновению, но изредка мы ходили в церковь. Я заметила, что оттуда я уходила опустошенной. То есть я ходила в церковь, но ничего не понимала, ничего не чувствовала, когда выходила. Было желание познать Бога, но я ничего не понимала. Также меня мучил... От моих сверстников я ничем не отличалась. То есть мой образ жизни был, как у всех детей. Игра, не любила очень сильно учиться, проводила очень много времени на улице. Всегда меня окутывал такой страх. Не могу объяснить, в чем была причина, но меня преследовала вот этот страх постоянно. Я могла встать ночью, проверить все двери, все окна. Я всегда боялась, что с моими близкими что-то может произойти. То есть постоянно жила в страхе. Помню, что на уровне мыслей дьявол меня очень мучил, потому что мне приходили разные плохие мысли в голову, и я не могла ничего с этим поделать. Даже был такой момент, когда я позвонила маме на работу и говорю, мама, мне пришло на мысль, что я должна тебя убить. То есть вот такое страшное происходило со мной, и я просто начинала плакать, и я говорю, мама, я тебя люблю, и это не мои мысли, я не понимаю, но я не знаю, что с этим делать. Разные мысли приходили в голову, но они очень сильно мучили меня, и это длилось довольно долгое время. Так как я любила спорт, в 16 лет, по обыкновению, как мы выходили на улицу, я вышла играть на стадион в баскетбол, футбол, уже не помню. И мы познакомились с группой ребят. Я со своей подружкой, мы на таком уровне разговаривали ругательными словами, что мы между собой шутили, говорили, ну, ни один парень к нам не подойдет, если услышит, как мы разговариваем. И мы решили подумать над этим вопросом. Вот. И мы познакомились на стадионе, играя с группой парней. Что мы заметили необыкновенного, что они не разговаривали ругательными словами, красиво разговаривали между собой, и что-то говорили о Боге. Я думала, что вообще таких парней не существует. И мы сдружились вместе, играли вместе, и они мне рассказали Евангелие. Из всех друзей я была более открытой к слову, и они меня пригласили в церковь. Ну, я думала, это, ну, не для меня боялось пойти к ним в церковь. Но так как они были моими друзьями, я подумала, не стоит разрушать дружбу из-за этого. Пойду, посмотрю, куда они ходят. И так я попала в христианскую церковь. Что меня удивило с первого раза, это что люди поклоняются, что люди молятся Богу. Но больше всего меня коснулось Слово Божье, потому что даже сейчас помню первую проповедь, Нагорную проповедь. И Господь так коснулся моего сердца, что через короткое время я поняла, что я должна покаяться. Мне подарили Новый Завет, и я его читала. Для меня каждое слово из Писания, и я знала, что это лично для меня. И тогда я решила покаяться и примириться с Господом. Я поняла, что я не жила так, как Богу нравится. И я поняла, что я нуждаюсь в Божьем прощении, чтобы Господь освободил меня, дал мне новую жизнь. Я понимала, что я нуждаюсь в Боге. И тогда я решила примириться с Господом. Когда я примирилась с Господом, я почувствовала великое облегчение, потому что у меня исчез этот страх, который окутывал меня всегда, плохие мысли. И на самом деле наступил в моем сердце вот этот мир, который Господь мне даровал. Когда я приняла решение следовать за Господом, в моей семье все были против. Больше всего был против Папа. Мне запрещали ходить в церковь, запирали в доме. Более того, родители приходили в церковь, чтобы поговорить с пастырем, чтобы... Ну, они как-то так сделали, чтобы я больше не ходила в церковь. Также приглашал нашего соседа полицейского, чтобы поговорил, убедил меня, чтобы я оставила церковь. Сейчас легко рассказывать, но я помню, в тот момент было давление на психологическом уровне очень сильно. Я помню, папа говорил до слез, что если я не брошу церковь, если я буду ходить дальше, то он разведется с мамой и многое другое. То есть психологически было очень сложно. Но я помню, что у меня было тогда одно желание, вот чтобы пришло время, когда я смогу спокойно пойти в церковь, что моя семья не будет против. И я не знала очень хорошо Писание, то есть из Библии я очень мало знала, но я одно помнила, что я должна следовать за Христом, несмотря ни на что. И вот это мне помогало и давало силу. Я начала читать Библию. У меня появилось много вопросов, на которых я не находила ответы. И я почувствовала острую нужду в учителе, в человеке, который мне сможет помочь, ответить на вопросы, послушать меня, дать совет. И в этот период, что интересно, что я очень часто начала встречать в общественном транспорте моего будущего уже учителя и наставника Татьяну Петровну. И я начала... Однажды, когда вечером выходила из церкви, я подумала, Господь, я так бы хотела увидеть Татьяну Петровну. И тут я выхожу, и в другом конце города, на остановке, я ее встречаю. Я тогда ясно поняла, что Господь мне ответил на молитвы. Я очень ревностно молилась об этом, долго. И Господь мне ответил и показал, что этим учителем будет для меня Татьяна Петровна. И она согласилась стать моим наставником, но только если мы будем изучать Библию вместе. Я сказала, конечно, я этого и хочу, хочу узнавать ответы на вопросы, мне нужны советы, как поступать. И изучая Библию, я получила ответы на вопросы, я поняла, как надо жить. Бог меня исправлял, помогал. Жизнь с Богом изменилась. И у меня появилось большое желание учить Слово Божье и говорить другим о Боге. Потому что все из моего окружения, все слышали о Боге. Я всем говорила, любила читать просто в троллейбусе, читать Библию. И так я могла заводить разговоры с другими людьми. Изучая Слово Божье, я поняла, что я должна им делиться с другими. Какое-то время я преподавала фитнес и говорила детям о Боге, используя этот инструмент фитнес. Сейчас я работаю в Центре матери и ребенка кинотерапевтом. Я использую свою работу, чтобы говорить пациентам, их родителям о Боге. Таким образом, моя работа и отношения с детьми и с их родителями помогают мне рассказать им о Божьей любви, о том, что только Бог может освободить, изменить жизнь и наполнить ее миром и радостью, которую только Он может дать. Я сожалею, что не попросила прощения у Бога раньше. Я услышала Слово Божье еще в 14-15 лет, но попросила прощения у Бога в 16, спустя почти два года. Я благодарна Богу, что Он послал в мою жизнь вот этих ребят, которые рассказали мне о Боге. И я благодарна, что именно в 16 лет Господь коснулся моего сердца своим словом, и я поняла, что я должна сделать решение в своей жизни. Я никогда не жалела о том, что я приняла решение следовать за Христом. Хочу обратиться к тебе, дорогой друг. Если ты находишься в таком же положении, как я, ты молод, ты думаешь, что вся жизнь впереди, задумайся о том, что твоя жизнь может стать другой со Христом, когда ты поймешь, что только Он может тебя освободить от всего, что тебя может терзать. Я благодарна, что Бог помог мне понять, что только Он может меня освободить, и только Он может мне помочь. Освободить от греха, освободить от страха, от мыслей, которые мучают тебя. Я хочу сказать тебе, что что бы ни случилось, самое главное — это следовать за Христом, несмотря на обстоятельства. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok